добрый день дорогие друзья дамы и господа подписчики и гости канала сегодня суббота 12 июня 21 года я вас приветствую из брюсселя и мы продолжаем говорить о политике однако сегодня непростой день сегодня 12 июня красный день календаря день россии день российской федерации поэтому прежде всего мне хотелось бы поздравить всех наших дорогих российских собеседников наших друзей всех тех кто отмечает сегодня этот праздник праздник российской государственности но даже отмечающим и празднующим я я рекомендую оторваться на несколько минут чтобы знать что происходит сейчас сша потому что это государство стоит на пороге самых удивительных событий которые коснуться в той или иной степени нас всех так этот сегмент посвящен сша событиям вокруг аудита в аризоне потому что напряженность растет с каждым часом вчера 11 июня выступал генпрокурор которого зовут мерик гарланд и он произнес странные речи я не собираюсь их воспроизводить чтобы не уподобиться суде криксу но я зачитаю несколько цитат и несколько позже потому что сначала я хотел бы поделиться информацией от инсайдеров они сообщают что в вашингтоне растет озабоченность растет обеспокоенность тем какое влияние окажет оглашение результатов аудита которые должны состояться вот-вот в принципе это может произойти каждый момент потому что уже 90 процентов голосов как говорят опять-таки инсайдеры уже учтено и пересчитано то есть осталось совсем немного и республиканцы считают что они могут огласить этот результат до понедельника то есть до дня рождения президента трампа это своего рода подарок подарок республиканской партии своему лидеру потому что они считают по крайней мере большая часть республиканцев считают что он и является настоящим избранным президентом вы это все знаете я не буду на этом останавливаться я продолжу о том о той напряженности которая царит в вашингтоне потому что министерстве юстиции сановники министерство департамент по-американски это называется они зовут своим министерство департаментами департамент юстиции раскололся сановники бурно обсуждают что же им делать и у них наметились две группы одна группа высокопоставленных чиновников считают что нужно немедленно арестовать бюллетени в аризоне чтобы и ни в коем случае не допустить оглашение результатов аудита поскольку такое оглашение результатов может привести к совершенно непредсказуемым событиям вернее часть из тех мы уже можем предсказать это значит в других штатах будет как цепная реакция такие же аудиты и соответственно в результате это может привести к колоссальному удару по настоящему президентству по настоящей администрации поэтому они настаивают на булгаковском варианте то есть всех погрузить грузовик и увезти помните мастер и маргарита всех погрузили в грузовик но по моему там всех увозили в сумасшедший дом а здесь никого конечно в грузовик грузить не будут здесь предполагается что у них есть власть для того чтобы арестовать эти бюллетени и не допустить ни в коей мере того чтобы люди услышали о том что же произошло все таки во время этого аудита блин что было все таки результатом этого аудита есть вторая группа как говорят инсайдер вторая группа умеренная то есть они считают что ни в коем случае нельзя арестовывать эти бюллетени потому что это приведет к еще большей напряженности и а тогда уже может быть и социальный взрыв поэтому лучше дать людям высказаться они огласят результаты после чего министерство юстиции департамент юстиции начнет борьбу публичную борьбу за то что эти результаты являются незаконными то есть это их инициатива это не имеет никакой законной силы поэтому государство не может принимать внимание эту любительскую любительскую деятельность которая может быть учтена исключительно на местном уровне для местных законодателей с той целью чтобы они лучше организовали следующие выборы это звучит приблизительно так но вы знаете конечно есть же еще и мнение других прокуроров которые мы уже обсуждали потому что одна очень известная прошлый прокурор техаса американский адвокат законовец сказала что все случается когда-то в первый раз поэтому законы развиваются от прецедента президенту и а если раскроется гнусное мошенничество то немедленно должен быть восстановлен в правах тот прецедент которому был нанесен ущерб то есть законность должна быть восстановлена немедленно с того момента как станет известно о мошенничестве и так две группы в министерстве юстиции и выступление генпрокурора он выступил господин гарланд выступил вчера 11 июня в министерстве то есть там он выступал перед ними и аризонская пресса цитирует это эти перлы прямом смысле слова я обязательно выложу под этим видео что вы могли сами насладиться тем что говорит генпрокурор потому что если мы считаем все мы предполагаем что прокуроры должны бороться с криминалом то этот удивительный человек считает что самое главное это не потревожить общественное мнение и не подорвать его неразумными действиями и так я зачитываю что же вчера говорил прокурор гарланд простите генеральный прокурор там я не буду уподобляться судья крикса я не буду защитывать вам все но несколько цитат что вы представили себе а какая же у него оригинальная позиция мы внимательно изучаем новые законы которые стремятся ограничить доступ избирателей это значит карта идентичности доступ избирателей и там где мы видим нарушение федерального закона мы будем действовать без колебаний сказал господин прокурор в своем выступлении в министерстве юстиции в пятницу мы также внимательно изучаем действующие законы и практику чтобы определить дискриминирует ли они чернокожих и других цветных избирателей цитата закончена я продолжаю дальше поскольку более десятка штатов приняли новые законы цитата затрудняющее голосование это словосочетание из речи гет-прокурора господин гарланд указал на некоторые юрисдикции которые на основе и тут уже цитата дезинформации использовали ненормальные методики проверки после выборов которые могут поставить под угрозу целостность процесса голосования и подорвать общественное мнение а также уверенность нашей демократии сказал прокурор то есть вы понимаете какой акцент ставит прокурор он ставит акцент на том что самое главное чтобы люди не узнали правду чтобы их не потревожить и и не нарушить тот прекрасный имидж как он считает если он считает что это прекрасно то что происходит сейчас видимо считают что многие поверили то что произошло и что это было действительно на должном уровне то есть его основная задача сводится к тому чтобы никто не узнал что же на самом деле там произошло в аризоне но не только в аризоне однако надо сказать что в аризоне народ так одним не слабы и уже сенат аризона отдельные сенаторы начали реагировать на выступление прокурора так среди них есть одна бывшая пилот военный пилот ее зовут венди роджерс она является настоящий момент сенатором в аризоне и она даже написала в своем микроблоге твиттер что если господин генпрокурор не хочет загреметь в тюрьму в аризоне то ему лучше не прикасаться к нашим бюллетенем то есть она так резко высказалась я выложу сюда это цитата цитата сенатора там уже видят я говорила что напряженность растет уже они говорят что он просто загремит в тюрьму если он осмелится покуситься на бюллетене но надо понимать что конечно это не последняя последняя фаза то есть будет также как я уже говорила не будет также исследования фальсифицированных бюллетеней на которых используется ксерксная краска вместо того чтобы ставить галочки крестики ручкой они уже были заранее целиком напечатаны ксерксом также бумага на многих вызывает подозрения но это уже следующая фаза я надеюсь и предполагаю что все-таки будет оглашенный результат до понедельника то есть до дня рождения дональда трампа у него день рождения 14 июня это своего рода подарок республиканской партии своему лидеру и тому человеку которого они считают истинно избранным президентом я конечно не завидую президенту путину хочу сказать потому что возможно сложится такая ситуация что он будет встречаться с лжедмитрием 16 числа в женеве но это так черный юмор прежде чем закончить я хотела бы конечно поблагодарить всех тех кто принимает участие в дискуссии кто ставит лайки это тоже важно я знаю что они исчезают пожалуйста не отчаивайтесь продолжайте ставить потому что чем больше вы ставите лайков тем больше людей имеет возможность узнать о том что я вам рассказываю и также я хотел бы отдельно поблагодарить за поддержку канала это я выражаюсь согласно вашим пожеланиям за поддержку канала симона или саймона я не знаю как правильно говорить вы я надеюсь что у меня поправите михаила людмину людмилу и не алко я надеюсь что я произнесла имя не алко тоже правильно спасибо вам большое я жду ваших комментариев желаю всем приятного вечера и мы продолжаем все следить за удивительными событиями в сша а